Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Марианна Владимировна Веревкина. Родилась 29 августа 1860 года в Туле. Умерла 6 февраля 1938 года в Швейцарии. Родилась в семье крупного начальника государственного деятеля Владимира Веревкина Елизаветы Дороган. Вместе с родителями в 1862 из Тулы переезжает Витебск, где отец был назначен военным губернатором. Живет в Вильне с 1862 по 1878 год. Это в связи с назначением главы семейства на должность начальника Вильнского военного округа. В 1872 поступает в Мариинское высшее женское училище Вильны, где получает образование. В 1879 переезжает в польский город Люблин, где пробудет с родителями до отъезда в Москву. С 1883 берет частные уроки у Принишникова в Московском училище живописи в воянеизучества. Занимается натюрмортом под руководством Поленова. После смерти матери переезжает с отцом в Санкт-Петербург, где знакомится с Ильей Репиным. И начинает брать у него уроки рисования. Во время охоты в 1888 году произошел несчастный случай. Веревкина прострелила себе ладонь правой руки. С тех пор она учится держать кисточку между средним и безымянными пальцами. В музее Висбадена находится работа Репина, на которой изображена Веревкина с перевязанной рукой. Свершает поездку по Кавказу, знакомится с Алексеем Явленским, который был учеником Репина. Репин скажет о Веревкиной, что она русский Рембрандт. Также будет сравнить ее с Веласкесом и Франциско де Сурбараном. После смерти отца, переехав с Явленским в Мюнхен, на несколько лет прекратил рисовать. Справляется в путешествие в Венецию вместе с Явленским грабарем Ашбеи Кордовским. Продолжает заниматься живописью. Познакомился с художником Ленбахом и фон Штухом в 1905 году. Большую часть 1908 года провела вместе с Явленским и Кандинским в доме у Гавриэла Мюнтер в поселке Мурнау. Приняла участие в выставке берлинского сенсационного и в салоне в Санкт-Петербурге в 1908 году. Основывает новое мюнхенское художественное объединение вместе с Кандинским и Явленским и Канольтом Эрсбле в 1909 году. Первая выставка объединения состоялась в галерее в Мюнхене. В то время Веревкина интересовалась японским искусством и ксилографией. Работа выставляется в Риге, Санкт-Петербурге. Вместе с Явленским она посещает в Париж в 1911 году, где встречается с Матисом. Выставляет свои работы совместно с группой «Синий всадник». Принимает участие в Будапеште, выставке и первом немецком осеннем салоне в Берлине. Переезжает в 1914 вместе с Явленским из Швейцарии, после чего участвует в выставке в Дрездене. Затем совместно с группой «Синий всадник» Хельсинки, Тронхемии, Дьоти-Горги. В 1917 помогает Александру Сахарову в постановке балетов в Лугану. С 1919 года жила в Асконе, кантон Тичино. В 1921 окончательно рассталась с Явленским, основала художественную группу «Большая медведица». В 1928 Веревкина приняла участие в выставке группы «Большая медведица» совместно с Шмидт Ротлфом и Рольфсом в Берлинской галерее Нерендорф. В последние годы она рисовала плакаты. Ее друзья Кармен и Диего Хагман поддерживали ее материально, защищали от бедности. Марьяна Веревкина умерла в Асконе 6 февраля 1938 года. Похоронена на русском кладбище там же. Ну а так вкратце, конечно, из Википедии о русской художнице-представительнице экспрессионизма Мариане Владимировне Веревкиной. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok